Если все-таки так получилось, и люди об этом никогда не слышали, не знали, и вдруг выясняется, вот смотрят они наши передачи, и вдруг выясняется, что у них оказывается очень неблагоприятная входная, как вы говорите, группа. И что им делать? Выезжать срочно, продавать срочно, или как-то можно нейтрализовать негативное влияние? Что им делать? Ну, первонаперво нужно, конечно, специалиста ВАСТу пригласить, потому что если только один вход неблагоприятен, а все остальное в квартире благоприятно, так как спальные комнаты, ванные комнаты, кухни, то тогда что-то можно, как правило, гармонизировать за счет инструментов ВАСТу, но если нельзя, тогда просто одна рекомендация выезжать из этого дома, потому что могут быть плачевные результаты в жизни человека. Понятно. То есть простыми там какими-то вешанием янтры мы не обойдемся? Можно и обойтись, если в доме, а все остальное более-менее гармонично. А у вас вход? У меня северо-восток, один из самых лучших. Вход в квартиру? Да. Значит, если это северо-восток, то да, у нас напротив, это юго-запад. Но вот юго-запад очень неблагоприятный. Считается, что это как второй вход или выход. Просто надо делать, так как это окно и балкон, после четырех часов дня обязательно зашторивать шторы. То есть, вот давайте мы сейчас посмотрим. Вот прямо напротив входа находится балкон. Правильно? Вот находится балкон. Так? Хорошо. Входить туда стоит на балкон? Да, конечно. То есть, это уже второй как вход, понимаете? Это как бы считается, что если есть... Очень благоприятно, когда есть несколько входов. Ну, в квартиру как может максимально быть два, потому что это входная дверь. И балконная дверь считается входом. В домах может быть три-четыре входа. Вообще, самое благоприятное, когда есть четыре входа в дом. По всем сторонам сверху. И обязательно, ну, чтобы были обязательно инструменты в доме. То есть, приходится тогда обязательно использовать инструменты в доме. Понятно. Хорошо. Хорошо.